Продолжение следует... 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 большому счету нет разницы, где сидеть в своем автомобиле. Если я еду одна, мне, конечно, без разницы. Если везти с собой еще куда-то детей, то общественный транспорт резко в своей привлекательности теряет. Вот, поэтому... Но я готова, да, там чуть дольше куда-то добираться на личном автомобиле для того, чтобы у общественного транспорта был приоритет. Ну, для меня это проблемы не будет. Ну, вот буквально пример сегодняшнего утра. Сегодня мне младшего сына нужно было свозить к стоматологу на удаление молочного зуба, на производственной, известная всем стоматология детская. Казалось бы, задача простая. Нужно было проехать определенное количество метров по улице Горького, затем свернуть на Воровского, дальше на производственную и так далее. Мы выехали за 40 минут до 8 часов утра. Это получается, ну, ближе вот к половине восьмого утра. Я думаю, ну, предпраздничный день. Многие, наверное, откажутся от того, чтобы садиться за руль, потому что сегодня будут в коллективах, естественно, поздравлять мужчин. Не тут-то было! Ну, ты видишь еще... Мы все эти практически 40 минут пробыли в автомобиле. Я еду и думаю, боже, мы сегодня будем говорить про выделенные полосы. Куда тут еще выделенные полосы-то? Ну, знаешь, мне кажется, все равно... Зимние условия, когда заужина проезжая часть, когда у нас Октябрьский проспект местами в одну полосу превращается, да? Ну, вот Октябрьский проспект, кстати, да, к вопросу в Октябрьском проспекте, там же еще, ну, не только на Октябрьском проспекте, но если говорить в контексте именно выделенных полос, торчащие части автомобилей на проезжую часть, то есть они как раз будут приходиться на выделенную полосу. Не, ну, существует же ответственность по ПДД, если ты вылазишь какой-то частью на полосу для общественного транспорта, ты вынужден будешь заплатить штраф, если тебя поймают, конечно. Вот те два паркона, да, которые ездят по городу. Нет, тут же дополнительные вопросы, да, возникают. Ну, хорошо, организуют эти выделенные полосы, кто как будет следить за то, что они свободны для проезда общественного транспорта в зимнее время, будут ли они чиститься регулярно, качественно и так далее. Да, и выделенная же полоса должна быть очевидной. Ну, да. Не только для тех, кто каждый день ездит по этому маршруту, но и условно для гостей города, да, потому что ты, например, приехал в Киров впервые, едешь себе по выделенной полосе, заметенной хорошо снегом, и не понимаешь, почему и по ней едешь только ты и два автобуса, да. Ну, то есть, видимо, как-то либо это должно дублироваться знаками, но опять же, только каждые 10 метров. Да, безусловно. Выделенная полоса, она обозначает В общем, вопрос, выделенные полосы потягивают за собой еще очень много инфраструктурных, коммунальных, вот этих вот дорожных вопросов. Конечно. Установка знаков, нанесение разметки, вопрос контроля, кто двигается по этой выделенной полосе, общественный транспорт или не только, если простой автомобилист, то, естественно, за это нужно штрафовать. Чтобы за это штрафовать, нужно, чтобы нарушение кем-то или чем-то фиксировалось. Ну, вот, видимо, на тех участках, которые у нас по предварительным данным администрация собирается организовать, видимо, через каждые 100 метров, не знаю, придется ставить сотрудника ГИБДД или в срочном порядке камеры фиксации, фото-видео, фото-видео-фиксации нарушений устанавливать. Так, о чем идет речь? Естественно, пока, пока, подчеркнем, в городе у нас не повсеместно эти выделенные полосы могут появиться, пока речь идет только лишь о нескольких, а вернее, о трех участках. Во-первых, это улица Попова, от улицы Щерса в сторону Чистых прудов до улицы Советской, да, все верно? И затем два участка уже на упомянутом нами Октябрьском проспекте. Во-первых, это от Комсомольской, то есть вот от низа, от низа, снизу и вверх до Красноармейской. И второй участок на Октябрьском – это Профсоюзная, представили все перекресток Профсоюзной и Октябрьского проспекта, и далее на север через перекресток с Карла Маркса и далее до Северного Кольца, причем в обе стороны. Этот участок широкий. Кстати говоря, ты помнишь его? Да, да, да. Народного творчества вот здесь, там очень любят этот участок начинающие водители, вернее, курсанты, автошколы. Там очень много учеников автомобилей. Не проедешь, да, они там постоянно кучкуются, садятся за руль, едут, учебная езда. Ну, видимо, участок выбран специально для того, вернее, ввиду того, что там именно вот широкая проезжая часть, и можно не создавать помеху другим, уже опытным автомобилистам, уже с водительскими удостоверениями. Ну, вот такие планы в администрации. Ну, вот смотри, участок, который через путепровод, он же проходит, да, я так правильно понимаю? Да, да, через новый путепровод он пересекает. Мне кажется, вот этот участок выбран просто с точки зрения, где его проще всего организовать, и где он, ну, точно никаких помех не создаст. Я думаю, 99% водителей вообще не заметят, что там появилась выделенная полоса. Ты имеешь в виду с точки зрения интенсивности движения? Да, я часто там проезжаю, и там, мне кажется, и три выделенные полосы поместятся, и все нормально с ними объедутся. Я, кстати, там давненько не бывал. Как сейчас там зимой-то? Нормально. Нормально? Нормально, там абсолютно нормально. Я со всех сторон этого путепровода периодически проезжаю. Там нигде никогда не бывает ни пробок, ничего. Всегда все свободно во все стороны. Поэтому вот если мы преследуем от этих выделенных полос, не только цель сделать выделенную полосу, но, и как мы знаем, я надеюсь, кто-нибудь из спикеров нам об этом скажет, получить дополнительное финансирование, то этот участок идеальный. Он, а, никому не помешает, б, его удобно чистить, и там, наверное, эту полосу всегда будет видно. Вот. Давай уже тогда подключим спикеров. Андрей Коновалов с нами на связи, начальник отдела транспорта администрации Кирова. Андрей Леонидович, добрый день. Добрый день. Да, приветствуем вас. Хотелось бы из первых уст, что называется, услышать о планах по организации выделенных полос для общественного транспорта в нашем городе. Ну, информацию мы уже озвучили, да, она вообще доступна, что три участка на первых этапах у нас выбраны для этого. Все верно, да? Так, точно. В настоящее время заключен контракт на разработку проектов организации дорожного движения. В рамках данных контрактов планируется рассмотреть организацию дорожного движения на следующих участках. Это Октябрьский проспект от улицы Комсомольской до Красноармейской, в прямом и обратном направлении. Также по Октябрьскому проспекту от Северного Кольца в сторону Просоюзной, также в прямом и обратном направлении. И третий участок, это у нас улица Попова от Щерца до Чистопрудненской, также в обоих направлениях. Андрей Леонидович, а по какому принципу именно вот эти три участка были выбраны? Данные участки были выбраны с учетом пожеланий перевозчиков, рекомендаций ГИБДД и также сложившейся дорожной ситуации. А также данные участки выбирались по принципу возможности обустройства данных выделенных полос. Ну, то есть, если простым языком выражаюсь, хорошо, мы сделаем там выделенные полосы, но при этом личный транспорт, прочий транспорт, что он не должен почувствовать там сужение проезжей части, да? Так получается? Совершенно верно. Совершенно верно. Чтобы пропускная способность у этих участков все-таки оставалась на должном уровне. Конечно. По срокам, Андрей Леонидович, были у депутатов вопросы, да, что если проект запускать в работу в те сроки, в которые хочется, то в этом году мы опять ничего не получим и предложили как-то ускорить этот процесс. Насколько это возможно? В настоящее время данные участки приняты в приоритет. И с подрядчиком вопрос решается, чтобы в первую очередь данные проекта организации для дорожного движения по данным участкам вышли из работы, то есть по готовности одними из первых. А после того, как проект будет готов, в какие сроки сама полоса появится на этих трех участках? Воплощение, реализация, да? Это в этом году или это уже планы следующего года? По результатам разработки проекта организации дорожного движения данный проект согласуется с органами ГИБДД, затем утверждается администрация города Кирова. О планах дорожных работ, я бы сказал, это не совсем по адресу вопроса. А скажите, пожалуйста, непосредственно разработкой этого проекта кто занимается, какая организация? Подрядная организация, которая у нас стала победителем, и с ней заключен муниципальный контракт. Это иногородние или наши? Да, это подрядчики из Самары. Из Самары. Ага. Ну, видимо, учитывалось то, что у них должен быть определенный опыт при проектировании подобных вещей. Вот смотрите, да, Андрей Леонидович, понимаю, что тоже, возможно, вопрос не совсем по адресу, и эти моменты как раз все будут учтены в проекте организации, но, возможно, все равно на что-то ориентировались. Как, вот, после того, как эта выделенная полоса закончилась, как, куда она направляется? Она еще не началась. Хорошо. Ну, будем оптимистами, да, она уже нанесена. То есть она появилась. Да, она появилась, и вот то место, где выделенная полоса заканчивается, как общественный транспорт, он просто будет вклиниваться в общий поток, или как это будет происходить? Или, не знаю, как-то придется нечто предусматривать, чтобы сообщить о приоритете общественного транспорта, чтобы пропускали автобусы или троллейбусы? Как это в других городах? Абсолютно все оговорено правилами дорожного движения. Как пользоваться, как говорится, дорожной обстановкой, все у нас проговорено в правилах дорожного движения. Вот, это, кстати, большой совет кировским водителям, да, перед тем, как выезжать на дорогу, когда появятся выделенки, освежить в памяти именно эти правила. Еще по этому поводу рекомендация для водителей все-таки в первую очередь обращать внимание на проезд перекрестков. И огромная просьба, будьте взаимовежливы и соблюдайте одно из главных правил проезда перекрестков. Если вы видите, что за перекрестком затор, не заезжайте на перекрестках. Святые слова, Андрей Леонидович, как тут не поддержать. Всполкнуть захотелось. Меня лично, конечно, больше раздражают эти ситуации не как водителя, вот эти заторы на перекрестках, а когда на перекресток выехали автомобили, а ты пересекаешь как пешеход, да, и стоят настолько плотненько, что... Что бочком. Да, ну ладно. Глава администрации Вячеслав Николаевич Симаков, как мы знаем, очень бы хотел, что хотя бы уже один участок появился ко дню города, я так понимаю, до 12 июня. Насколько это возможно, по вашей оценке, Андрей Леонидович? Будем стараться сделать все возможное для воплощения данных планов. Хорошо, спасибо. Благодарим вас за эту информацию. Андрей Коновалов, начальник отдела транспорта, администрации Кирова, был с нами на телефонной связи. Ну, кстати, напомню, Андрей Леонидович недавно приступил к исполнению своих обязанностей в качестве начальника отдела. Ну вот по поводу правил дорожного движения, кстати, действительно, я думаю, водителям всем будет полезно их освежить, потому что, когда чего-то в городе нет, соответственно, все равно это из памяти стирается, да, как трамвайный... Вот у нас нет трамвайных путей. Я сейчас, если честно, наверное, ни одного правила с трамвайами не помню. Даша, ты безусловно права на все 100, 200, 300 процентов, да. Но я дальше хочу продолжить мысль. У тебя из памяти стирается даже то, с чем ты сталкиваешься ежедневно. Ну, видим же мы своих коллег-водителей. Ну, неужто ты не видишь, что знак главная дорога? У тебя уступи дорогу, да? Ну, слушай, я каждый день во дворе сталкиваюсь с ситуацией. У нас одна дорога вдоль одной стены дома, другая дорога вдоль другой стены дома. И вот те, кто едут по одной стене дома, они почему... Ну, чтобы понятно было, они почему-то думают, что у них главная дорога. И не пользуются... Почему ты думаешь? По уехать справа. Почему? Мы их каждый раз спрашиваем, где знак, ребята? А потом, мы же знаем сотрудники, ГИБДД проводят опрос, выясняют, вот у водителя, а почему именно так поступили, а не иначе? Ой, а я не знаю, я не видел, и все. Вот то, что у вас в голове, оно же не может быть то же самое в голове, да? У другого водителя. Соседу вашему потоку. Юрий Шлемензон с нами на связи, депутат Кировской городской думы. Юрий Львович, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, Юрий Львович. Поздравляем вас. Мы готовы, видимо, уверенно вступить, включиться в список городов российских, где есть выделенные полосы для общественного транспорта. Я считаю, это прорывное явление. Как вы думаете? Этим вопросом уже должны были заниматься совсем давно. На самом деле, мы не раз поднимали вопрос по внедрению такой вещи, потому что это позволяет возможность получать обновление общественного транспорта в пользу федеральных средств. Это является одним из больших главных условий получения федеральных средств на обновление общественного транспорта. Юрий Львович, я считаю, что это очень затянуто уже. Это уже не первый год рассматривается, но... Юрий Львович, да, простите, я... Только сейчас назначаются сроки. Юрий Львович, простите, я уточню. Да, мы с вами неоднократно в рамках особого мнения на эту тему общались, но вот у меня сейчас мысль возникла. По требованиям федерального центра у нас какая-то определенная протяженность этих выделенных полос должна быть в городе или там какие-то другие критерии? Или просто сам факт наличия? Ну давайте сделаем 100 метров выделенки. А, сам факт наличия. А смотрите, Юрий Львович, тогда такой момент. Мы же понимаем, что их наличие на самом деле дает некие ресурсы для продвижения трафика, улучшения трафика общественного транспорта. Но все же заинтересованы, что большая часть населения пользовалась уже общественным транспортом. И если внедрить нормальную систему общественного транспорта, то это достаточно выгодно для населения, для всех будет. И на экологию еще влияет. То есть снижение при правильной сети, оформление сети, был такой предварительно просчет сделан, снижается количество маршрут, средств передвижения на территории муниципального образования, что же хороший фактор. И перевозки того же объема пассажиров. Ага, смотрите, а вот тогда такой момент. Вот сделаем мы эти три участка. При этом вот участок, который... Это начальные. Да, начальные. Начнем получать какие-то деньги. И у нас так и останутся вот эти три участка. Нет таких у вас опасений? Что в дальнейшем... Что на этом все остановится? Да. Ну, если позволят дороги. У нас же есть проблема еще ширины улиц для того, чтобы внедрять выделенные полосы. Но такие участки еще имеются в городе на самом деле. Даже на улице Ленина их можно еще достаточно немало найти. Ну, наши же, будем говорить, не коллеги, а... Ну, жители соседних регионов пользуются выделенными полосами при использовании общественного транспорта. Ну, вот просто смотрите, да, получается, что там, где узко, нет возможности сделать выделенную полосу. Но получается, что выделенная полоса как раз и нужна там, где узко, потому что там, где узко, постоянные пробки и общественный транспорт проехать не может. Совершенно не так коррелируется на самом-то деле. Нам в результате того, что мы будем делать, даже на этих трех участках, выделенные полосы должны будем сделать. Нам надо будет еще парковки убрать, которые мешают. Вот это, торчащий транспорт. Вот эти вопросы надо заниматься. И то есть надо переносить. У нас все же освобождаются места после удаления аварийных зданий. Мы же принимаем участие в федеральной программе по аварийным домам, которая позволяет за счет федеральных средств носить эти дома. Но единственное там условие, что их территорию можно использовать только для социального назначения. Нельзя продавать очередное строительство. Ну, их можно использовать под те же парковки, скверы, зеленые зоны. На самом деле, если заниматься этим вопросом, то можно с полосы движения места парковок убрать. Это, во-первых, позволит более качественно проводить уборку в зимний период, ну, и в летний тоже. Ну, это расширит большие, ну, много возможностей добавит. Ну, Юрий Львович, если вот моя корреляция неверная там, да, относительно ширины дороги и того, где нужно пустить полосу выделенную, вот на ваш взгляд, где в городе, на какой улице или, возможно, на каком маршруте вот нужна выделенная полоса? Действительно? Ну, я маршруты номера, наверное, не вспомню. Ну, я имею в виду не номер автобуса, а хотя бы направление направления. На улице Ленина вполне можно делать. Вполне. А в какой? На площадке проспект. Ну, вот магистральные, да, наши основные? Да, а на магистральных основных улицах вполне можно... Еще один вопрос, Юрий Львович, понятное дело, что для развития общественного транспорта в городе этот вопрос крайне важный, для получения финансирования федерального тоже это очень важно. А на ваш взгляд, кировские водители готовы к появлению полос для общественного транспорта? Вот, судя по вашему водительству... Ну, к чему новому привыкают с авариямием? Нет, не увиливайте. Вот именно сейчас, в этот момент... Ну, и будет организован контроль, вы когда получите десяток штрафов за день, я думаю, научитесь быстро ездить. Ну, у нас же была проблема с круговым движением в Макаре. Была, да. Первый месяц, да. Прямо ехали, косо ехали. Ну, научились, сейчас все нормально, работает, из-за аварийно, слава богу. Слушайте, а не может возникнуть такая ситуация, что вот, ну, появятся, если у нас выделенки, и потом ГИБДД, бац, резко зафиксируют, там, всплеск аварий, вот в этих как раз местах, где они организованы. Ну, в любом случае будут проблемы потом с соблюдением очередности проезда. Будут выпускать эти автобусы, не будут выпускать выделенных? Есть правила, их надо соблюдать. Я думаю, что дебатировать на эту тему нет смысла. Ну, это понятно, да. ПДД, как говорится, не просто так написано. Просто у нас все больше и больше нарушителей ПДД появляются, к сожалению. Это очень плохо. Спасибо большое, Юрий Львович. Юрий Шемензон, депутат Кировской городской думы. Да, спасибо. Наверное, пора нам прерваться. Да, все верно, реклама у нас впереди. Минута, минута, несколько рекламных роликов, и мы будем продолжать нашу беседу. Впереди у нас еще 10 минут общения на тему появления в Кирове выделенных полос для общественного транспорта. У меня тут идея пришла. Давайте мы выделенки не для общественного транспорта сделаем, а для курьеров, которые рассекают на велосипедах и летом, и зимой. И на этих, на отечественном автопроме из 90-х. Узенькие, узенькие выделенные. Пусть они ездят и не мешают никому. Ни пешеходам, ни водителям. Это же беда какая-то. Это очень страшные люди. Такие аварийные ситуации возникают, да. Ну ладно, это в порядке уже фантазии. Давайте про выделенки все-таки продолжим. Напоминаю, что у нас есть опрос в нашем телеграм-канале Кировград. Участвуйте, заходите. Как вы думаете, надо ли в нашем городе создавать условия для приоритета общественного транспорта над личным? По-прежнему лидирует вариант ответа «да, нужно». Почти 60%. И это очень радует, что очень много грамотных, нормальных, думающих наперед людей. И это я хочу сказать о том, что да, понятно, что на личном автомобиле удобнее, казалось бы. Но, извините, личный автомобиль, как говорится, это не роскошь, а средство передвижения. Все больше и больше становится. И надо же прекрасно понимать, что если все мы пересядем на личные автомобили, то ездить-то по городу скоро... Такого удобства уже не будет. Вообще станет невозможно. Подключаем еще одного спикера. Константин Сичихин, руководитель группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог, организацией дорожного движения и развитием инфраструктуры общественного транспорта. Константин, добрый день. Добрый, добрый день. Константин, вот эти три участка, насколько они перспективны в плане дальнейшего их продолжения, в плане того, насколько именно эти три участка необходимы? Или вот эти три участка, это возможность просто получить деньги на развитие общественного транспорта? А может быть сделать, не знаю, 100 метров где-то выделенки и вот показать федеральному центру, что вот, ну, у нас появилось все, давайте там деньги. В общем, скептически мы пока, честно говоря, относимся к этому начинанию. Я тоже отношусь к этому начинанию скептически, но хотя бы с чего-то надо начинать. Мы не один год в рамках рабочей группы говорим о том, что городу надо начинать развивать данное направление в рамках выделенных полос для общественного транспорта по той причине, что на сегодняшний день без данного развития нам, как вы правильно сказали, денег на развитие общественного транспорта, федеральных денег не дадут, и нам придется, и как сейчас мы видим, приходится пользоваться инфраструктурными кредитами. На эти кредиты их когда-то придется, ну, в ближайшее время отдавать. А когда федерация просто выделяет денег, это намного лучше для региона. И поэтому данная история с выделенными полосами, это больше для участия в федеральной программе и поставить галочку, что выделенные полосы в городе Кирове есть. Но это не благо для общественного транспорта, для жителей, которые ездят в общественном транспорте. По той причине, что там, где заявлено, где эти выделенные полосы будут, они не улучшат движение общественного транспорта в той перспективе, как бы, казалось бы, должно быть. К примеру, там, Ивана Попова, и так улица не загружена с точки зрения выезда в Весчатых прудов. К примеру, еще дополнительно, ну, вот если взять только участок, Октябрьский проспект до Северного кольца, да, там отчасти движение общественного транспорта в этом направлении будет улучшиться, ну, на пять минут будет ехать быстрее, да, к примеру. Но дальше наш общественный транспорт удачно встает в сторону перекрестка Лепси на заужение до проезжей части. И так же, как все другие участники автомобильного движения в данном направлении, будет стоять и дожидаться, когда всех пропустят. А нам тут Андрей Коновалов, начальник отдела транспорта, администрации, сообщил о том, что Самарский, да, подрядчик у нас занимается разработкой проекта? Наверное, не виднее. Я честно не смотрел, кто занимается разработкой проекта, но с учетом практики у нас обязательно этим проектом занимается кто-то не местный. Вот я и хотел, да, на этом сосредоточиться чуть-чуть. Что ж мы сами-то для себя не можем разработать? Или это конкурсная процедура, там, кто победил, да, тот и... Не, ну, это, конечно, конкурсная процедура, и, конечно, кто выиграет по 44-му федеральному закону данный контракт, тот и будет разрабатывать. А вы не знаете... Наверное, Самара предложила лучшие условия. А вот этот проект о организации, он именно вот этих трех участков или всего города? Ну, честно, я вам на этот ответ не отвечу, насколько это... Ну, как я понимаю, разговор идет о трех участках, значит, проект именно про три участка. Но весь город, чтобы нам весь город разрабатывать в рамках выделенных полос, нам надо обеспечить для этого, во-первых, ширину проезжей части, по крайней мере, по тем центральным улицам, по которым общественный транспорт ездит. А во-вторых, надо обеспечить и в дальнейшем содержание данных выделенных полос. Вы понимаете, как бы, ну, с учетом того, что, например, вы едете по Октябрьскому проспекту от улицы Воровского, ну, к примеру, до улицы Московской, сколько автомобилей стоит по правую полосу? Если, например, делать здесь выделенную полосу. Но прежде всего для того, чтобы, например, в этом участке делать выделенную полосу, автомобили с правой стороны нужно убирать, либо перемещать в хорошие карманы. Ну, на самом деле, насколько я помню, там знаки, которые стоят, они не подразумевают парковку елочкой, поэтому достаточно в этих карманах парковаться по правилам. Но, опять же, нельзя же выезжать с парковки на полосу общественного транспорта. Я согласен с вами, но эти карманы нужно и правильно содержать, особенно в зимний период времени. Если у нас как содержатся карманы, вы сами видите, снег оттуда вывозится, ну, максимум раз в год. Ну, раз в зимний сезон, давайте так назову, да. Но, конечно, водители паркуют так, как им приходится парковать в данном месте. Константин, смотрите, да, если говорить о перспективе, да, если мы все же не остановимся на этих трех участках, а действительно процесс пойдет дальше, как логичнее выстраивать эту дорогу? Вот какими-то участками или брать, например, улицу Воровского и на всем ее протяжении разрабатывать проект, убирать припаркованные машины, работать с дорожной техникой активно, и всю Воровского, вот, всю выделенную. Ну, логично, честно, я бы не зациклился на улице Воровского, зациклился на Октябрьском проспекте. Это тот пример, когда мы можем по обе стороны сделать нормальные выделенные полосы, убрать с правой стороны все карманы, которые есть, либо сделать уширение Октябрьского проспекта в правую сторону, получается, не в левую, не в сторону сфера. Да, не в сторону аллеи, а именно в правую сторону, да. И начиная, например, от железнодорожного вокзала, выделяем выделенную полосу в сторону, там, по Октябрьскому проспекту и заканчиваем, к примеру, пока Северным кольцом. Вот это-то, вот, если в таком масштабном, там, размере, ну, делать, то тогда это даст пользу, как минимум, для общественного трасса, для жителей, кто часто передвигается по этому маршруту, они, как минимум, на половину будут быстрее передвигаться. Вот именно на этом отрезке проезжей части, да, ну, на этом отрезке, там, улицы Октябрьского проспекта. А дальше мы уже в перспективе рассматриваем уширение до перекрестка Лепси данного участка, дороги, получается, по Октябрьскому проспекту, и смотрим, возможно ли какое-то уширение, либо что-то сделать в сторону уже Филейки. Вот это правильное развитие полос, либо движения для общественного транспорта в городе Кирове. Когда мы берем одну центральную улицу, и по ней вот четко начинаем делать, все выполнять те работы, которые требуются, чтобы, во-первых, общественный транспорт при выделенном полосе не мешал движению других участников движения, потому что, ну, как бы, если получается, выделенная полоса появляется, значит, идет уширение, сужение проезжей части, значит, все остальные автолюбители на любом другом транспорте, они будут ущемлены в данной ситуации. Вы знаете, я уже заглядываю мысленно в будущее, помните, такая реклама была, по-моему, какого-то стирального средства, этот стирает одним, а тот другим, а разницы нет. Я уже увижу какую-то такую социальную рекламу. Это Коля, он сегодня добирался на работу утром полтора часа, такой грустный Коля стоит. А это Вася, он сегодня добирался 20 минут, но на общественном транспорте, да. Я думаю, что вещи такие тоже нужно будет как-то продвигать. Ну, тогда в заключении вашего, ну, как бы, примера, есть разница, полтора часа, либо два часа, правильно? Ну, или 20 минут. 20 минут, да. Да, да, да. И в данном, если в перспективе, так и должно быть. Например, улица Ленина, надо делать уширение улицы Ленина и делать хорошие выделенные полосы. Там местами это уже сейчас позволяет делать, а местами надо просто уширять и выделенные полосы делать для общественного транспорта. Константин, к сожалению, заканчивается у нас уже время эфира. Спасибо большое. Поняли вашу мысль. Спасибо. Спасибо. Константин Сичихин, руководитель группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог. А я еще, знаешь, подумала, вот люди, которые постоянно требуют уширения дорог, вы не очень грамотно формулировали свои мысли. Сейчас дороги расширят, но одну полосу отдадут под общественный транспорт. Под общественный транспорт. Хорошо. Посмотрим. Большие планы такие у нас. И не только эти планы. Продолжим наше обсуждение уже после грядущих выходных. Программа «Дневной разворот» в следующий раз выйдет в прямом эфире во вторник. Сегодня прощаемся. Дарья Топузлеева. Владимир Сметанин. До свидания. Всего доброго.